В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! И далее о главных событиях субботы. Президент Украины Владимир Зеленский посетил национальную детскую больницу «Ахмадед», которая пострадала от российской ракетной атаки и поблагодарил медиков за работу в условиях войны. И мы можем только гордиться нашими украинскими врачами, боевыми медиками, медицинскими сестричками и братьями. Скорость загрузки Ютубу россиян снизится на 70%. Зачем Кремль ограничивает доступ граждан к интернет-ресурсам? И к чему это может привести? Если отключить вообще все, то и выйти на улицу и свергнуть эту власть к чертовой бабушке. Главное разведуправление России ищет людей для организации диверсий в Европе. Как и где вербуют наемников и какие провокации уже успели устроить. Олимпиада 2024. Диверсии, провокации и участие российских и белорусских спортсменов. Как проходят игры в Париже и сколько украинских спортсменов принимает участие? Мы выстояли и в дальнейшем будем бороться за нашу победу. Национальная детская больница Ахмадед восстанавливает работу после российского удара. Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили медучреждение. Они пообщались с детьми, которые проходят лечение и пообещали, что Украина обязательно все восстановит. Даже после российских атак мы не теряем способности нашей медицины спасать жизни. Так президент поздравил медиков с профессиональным праздником. Глава государства посетил институт травматологии и ортопедии, которому присвоил статус национального. Владимир Зеленский вручил медработникам государственные награды и поблагодарил за работу в условиях войны. Сейчас нет в Украине такой больницы, которая не почувствовала бы на себе, что такое война, и которая не принимала бы раненых с фронта или после российских ударов. Сейчас нет у нас в медицинском сообществе таких людей, которые были бы в стороне от всего государственного дела – защиты Украины. И мы можем только гордиться нашими украинскими врачами, боевыми медиками, медицинскими сестричками и братьями, многими людьми, которые, несмотря на все сложности, работают действительно преданно. Также глава государства посетил раненых защитников, которые проходят лечение и реабилитацию. Владимир Зеленский вручил им награды и в который раз поблагодарил за героизм и отвагу. Министр обороны Чехии Яна Чернохова в Украине с трехдневным визитом. Вместе с делегацией она почтила память солдат Второй мировой войны. Она также почтила память украинских воинов, погибших в войне России против Украины. Чернохова пообщалась с представителями местных органов власти о возможной гуманитарной помощи. 73 боевых столкновения произошло на фронте с начала суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ до конца года развернут медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Также он поручил Кабинету министров обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя. Каждый командир должен помнить, что люди – это не расходный материал. Их силы, их знания, их умения – важная ценность для государства. Наша независимость крепко держится на наших людях. И с этим пониманием мы должны создать соответствующую систему реабилитации с самым высоким уровнем подготовки, необходимых кадров и центрами восстановления. Россия пренебрегает своими людьми, не борется за их выживание. Украина должна делать все для защиты жизни, прежде всего жизни и здоровья своих воинов. Тем временем Украина запустила в серийное производство роботов, которые могут вывозить с поля боя сразу двух раненых. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Грузоподъемность комплекса – более 400 килограммов. Благодаря своей конструкции робот способен двигаться по сложному рельефу. Работает тихо, поэтому незаметен для противника. Также его оснастили камерами ночного видения. Кроме эвакуации раненых, на робота можно установить рэп, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или установку для разминирования. Комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на большой дистанции. На фронте же с начала суток российские оккупанты продолжают применять авиацию, в частности авиабомбы. И осуществлять атаки по всем направлениям Востока и Юга. Особенно активно на Покровском направлении. Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Бои точатся в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого и Тимофеевки. Напряженно также и на Лиманском плацдарме. Противник пытался атаковать в районах Макеевки и Новосергеевки. На Торецком направлении захватчики при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации атаковали позиции украинских войск. Также армия РФ пытается наступать на Угледар. Они пытаются занять более удобные позиции для того, чтобы перерезать трассу. Одно из трассов снабжения нашего гарнизона в Угледаре. Уж слишком много усилий, сил и средств россияне затратили, что начинают минувшего года, для того, чтобы ликвидировать Угледар и Поздарм. Не особо у россиян это выходит. Мы помним о том, что в этом районе россияне буквально сточили в ноль подразделения 155-я бригада морской пехоты и техники Афганского флота Российской Федерации. Причем несколько раз эти подразделения пополнялись. Но все с тем же результатом российские маркетики гибнули. Территориальных приобретений российской армии на этом участке не имел. Россия перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра из Запорожской области. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, продолжают заходить полностью укомплектованные подразделения. Андрющенко отмечает, что россияне не успевают восполнять потери в текущем состоянии мобилизации. Поэтому сократили подготовку личного состава до 10-15 дней максимум. Отправляют этих штурмовиков на север Донецкой области. В ближайшей перспективе Россия будет пытаться атаковать на юге Запорожской, соответственно, на юге Донецкой области, для того, чтобы расширить и зафиксировать тот самый сухопутный коридор, который сейчас соединяет временно оккупированный Донецк с временно оккупированным Крымом. И поэтому для реализации этой цели россиянам крайне важно взять контроль над угледаром. Но что из этого выйдет, опять же, вопрос ресурсов остается крайне актуальным. И причем не только в части наличия этих ресурсов, но и также в темпах и объемах поставок этих ресурсов на поле боя. Тем временем бойцы службы безопасности Украины за месяц уничтожили 50 единиц техники российских оккупантов, а также склад и командный пункт противника. Об этом сообщает СБУ. На видео зафиксирована работа спецназовцев Департамента гипербезопасности СБУ. С помощью FPV-дронов они уничтожили в частности танки, системы ПВО и РЭП, автомобили и спецтехнику армии РФ. А за прошедшие сутки силы обороны ликвидировали 1210 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили более чем 573 тысячи. Также украинские военные уничтожили 11 российских танков, 24 боевых бронемашины, 45 артиллерийских систем и одну систему ПВО. И три вертолета потеряла российская армия. На аэродроме Криаж в городе Самара сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8. Еще два летательных аппарата были уничтожены под Москвой. Огневому поражению подверглись ударные Ми-28 и многоцелевой К-226. Это подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. Уничтоженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины. О причинах и последствиях пожаров на аэродромах российские власти не сообщают. В Челябинской области России прорвало дамбу. В местном МЧС сообщили, приток воды в Киолимское водохранилище произошел из-за сильных осадков. Из-за этого смыло плотину длиной 100 метров. В зоне подтопления находятся минимум 5 российских поселков. В округе объявили чрезвычайное положение. Вода затопила дома. Жители соседних сел призвали готовиться к эвакуации. В России фиксируют проблемы со снятием наличных денег в банкоматах. Сбои в российском банковском секторе продолжаются уже несколько дней. Сначала некорректно работали онлайн-сервисы российских банков и национальные платежные системы. Теперь невозможно снять наличные деньги. А при попытке воспользоваться банкоматом дебетовые и кредитные карты блокируются. Скорость загрузки Ютуб у россиян, которые заходят на хостинг со стационарных компьютеров, в начале августа снизится на 70%. Заявил депутат Госдумы России Александр Хинштейн. Ютуб у Федерации уже работает на 40% медленнее, чем прежде. Зачем Кремль ограничивает доступ граждан к интернет-ресурсам, расскажут наши журналисты. Цензура в России набирает обороты. И если отключить интернет полностью пока не удается, то сделать неугодные ресурсы менее доступными очень даже. К примеру, снизить скорость загрузки Ютуб до 40%, а потом и до 70%. Пока речь идет только о стационарных компьютерах, сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн. Все равно в стране остается VPN, и желающие могут смотреть через VPN. Но чем больше всего в интернете отключается, тем больше времени остается у молодежи для того, чтобы думать. А если отключить вообще все, то и выйти на улицу и свергнуть эту власть к чертовой бабушке. Замедление работы видеохостинга Хинштейн назвал вынужденным шагом, направленным против, цитирую, антироссийской политики администрации Ютуб. В Госдуме заверили, что новации не затронут пользователей мобильных устройств. Эксперты считают, что это дело времени. Технически власти, вероятно, готовы к замедлению или блокировке Ютуб. Ростелеком еще год назад тестировал специальный портал, который предположительно должен фильтровать для российских пользователей контент на Ютуб. В РФ презентован на днях новый «Убийца Ютуб», выполненный в той же стилистике сервис-платформа, где сразу же, как выяснил «Можем объяснить», заработала цензура. Из публикации телеграм-канала «Можем объяснить». 12 июля Ростелеком сообщил, что сбои в работе видеохостинга связаны с устаревшим оборудованием, которое используется для кеширования и ускорения загрузки. Но уже тогда было очевидно, речь идет о целенаправленном замедлении видеохостинга. Вот только попытки протестировать замедление Ютуб привели к сбоям в работе крупнейших банков, магазинов и соцсетей, пишет The Moscow Times со ссылкой на данные сервиса DownDetector. Сбой затронул Росбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Райфайзенбанк, Госпромбанк и ВТБ, СБЕР и другие финучреждения. Легла и система быстрых платежей Центробанка. Официально Кремль отрицает планы ограничить доступ к Ютуб, который стал главной платформой для оппозиционной и антивоенной повестки и набрал в России более 90 миллионов зрителей. Источник «Медуза» на телекоммуникационном рынке, впрочем, утверждает, что замедление Ютуб – целенаправленная политика. Из публикации издания The Moscow Times. Аналитики считают, что в сентябре режим попытается окончательно заблокировать Ютуб в России. Пока в июле-августе работа видеохостинга будет постепенно ухудшаться. Всю это часть политики Кремля, говорят эксперты. Его задача – полностью перекрыть россиянам доступ к объективной информации. В марте 2022 года российский суд признал компанию «Мета» экстремистской организацией и запретил принадлежащие ей социальные сети – Facebook и Instagram. А блогеров-миллионников власти стали переманивать на свою сторону. Блогеры-миллионники – это не миллионы людей, а наоборот единицы. И, собственно, власти им тут же, так сказать, заработок тот заменили на заработок свой. И тут же их взяли на содержание кремлевских политтехнологий. Я говорю на обычной молодежи, которая, по большому счету, достаточно много времени проводит сегодня в интернете, но потому что другой жизни у них нет. У них осталась жизнь только виртуальная. Если все же Ютуб окончательно заблокируют в России, то телеканал «Фридом Федерации» можно будет смотреть через VPN. Трансляцию прямого эфира также можно найти на сайте телеканала «Фридом». Не лишайте себя правды. Оставайтесь с нами. Польские пограничники, полицейские и солдаты смогут использовать летательное оружие в ответ на активные угрозы. За соответствующий законопроект проголосовал польский Сейм. О необходимости дополнительных полномочий заговорили после инцидента на польско-белорусской границе. В июне польский пограничник получил смертельное ножевое ранение, находясь на посту. Польская армия также сообщала о других нападениях на военнослужащих на границе. И теперь польские законодатели хотят позволить силам безопасности безнаказанно использовать летательное оружие в ответ на активные угрозы. Документ направили на подпись президенту. Россия стала донором для экономики Северной Кореи. Агентство Bloomberg пишет, что воловой внутренний продукт КНДР в 2023 году вырос на 3%. Для Северной Кореи это рекорд. В стране увеличилось производство железа, стали, меди, никеля и алюминия. Это позволяет Пхеньяну выпускать больше оружия и боеприпасов и поставлять их Москве. Как Путин вкладывается в экономику КНДР, смотрите далее. 5 миллионов артснарядов и десятки баллистических ракет отправила Северная Корея в Россию, заявил министр обороны Южной Кореи Син Ван Сик. В Белом доме утверждают, что КНДР поставляет в Россию оружие с сентября 2022 года. В обмен на боеприпасы и ракеты Москва делится с Пхеньяном нефтью, продовольствием и военными технологиями. «Есть опасения, что Северная Корея может попросить помощи в разработке ядерного оружия, космических технологий и модернизации обычных вооружений, тем самым усилив свой военный потенциал». Син Вон Сик, министр обороны Южной Кореи. В интервью японской газете Емиури Симбун. И хотя Северная Корея поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов, их качество сомнительно. Издание The Moscow Times пишет, что российские военные критикуют северокорейское вооружение. Наибольшие претензии у них к качеству и количеству пороха в снарядах. Боеприпасы КНДР чаще всего применяют в ситуациях, где точность стрельбы не важна. «В этой связи это история про дешевое сердито. То есть она абсолютно не претендует на технологичность, она абсолютно не претендует на качество, на точность попадания, на все эти параметры, которые в принципе являются одними из основных для большинства оружейных систем. Но северокорейское оружие в данном смысле оно очень дешевое, оно доступное. Его очень много». Северная Корея десятилетиями находится под жесткими международными санкциями. Однако благодаря российским военным заказам Пхеньян сумел оживить свою экономику. По информации Блумберг, в 2023 году ВВП Северной Кореи увеличился более чем на 3% по сравнению с 2022. Это наибольший рост с 2016 года. «Экономический рост возглавили отрасли тяжелой химической промышленности, которые увеличились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. Хотя в отчете не говорится, занимаются ли эти отрасли производством оружия, в нем отмечается рост производства первичных металлов, к которым относятся железо, сталь, медь, никель и алюминий». Из публикации агентства Bloomberg. Северная Корея, реализуя такое сотрудничество с Российской Федерацией, получает для себя дополнительные возможности для усовершенствования собственного технологического потенциала. То есть, если северокорейцы анализируют ситуацию с поставками оружия России и с качеством этого оружия, то в этих обстоятельствах у них появляется шанс модернизировать собственное производство военно-промышленный комплекс для того, чтобы выпускать, грубо говоря, меньше брака. Хакеры из Северной Кореи атаковали или взламывали компьютерные системы различных оборонных и инженерных компаний, включая производители танков, подводных лодок, военных кораблей, истребителей, а также ракетных и радиолокационных систем, говорится в докладе Федерального бюро расследований США, Агентства национальной безопасности США, Национального центра кибербезопасности Великобритании и Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Авторы документа подчеркивают, эта глобальная операция кибершпионажа показывает, на что готова пойти Северная Корея для реализации своих военных и ядерных программ. 26 июля в Париже стартовали Олимпийские игры. На играх выступят 140 украинских атлетов. Они будут бороться за медали в 23 видах спорта. Наибольшее представительство Украины на играх 20-24 в легкой атлетике. 25 спортсменов. Сам факт участия Украины в Олимпийских играх во Франции является большим достижением во время войны, заявил президент Владимир Зеленский. По данным Министерства молодежи и спорта Украины, вследствие российского полномасштабного вторжения погибли 487 украинских спортсменов. Но, как утверждает президент Украинского национального олимпийского комитета Вадим Гудсайт, несмотря ни на что, Киев готов сражаться и побеждать. Все удивлены, что Украина выстояла благодаря нашим вооруженным силам, что Украина приехала на Олимпийские игры. Еще раз показать нашу силу, еще раз напомнить, что происходит в Украине. И все это делают спортсмены, тренеры, вся делегация, чтобы весь мир увидел, что мы выстояли. И в дальнейшем будем бороться за нашу победу. В список участников летней Олимпиады в Париже попали 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые якобы отвечают критериям нейтральности. Поэтому их допустили к соревнованиям в нейтральном статусе, без демонстрации гимна, флагов и другой национальной символики. Однако 10 российских и 7 белорусских спортсменов из числа допущенных к участию в Олимпийских играх в Париже нарушили правила Международного олимпийского комитета, о нейтралитете и должны быть отстранены, заявила 18 июля Международная правозащитная организация. Эти Олимпийские игры должны стать для Международного олимпийского комитета возможностью подтвердить и продемонстрировать уважение к собственной политике в области прав человека. Оэн Джордаш, президент Международной правозащитной организации Global Right Compliance из сообщения Reuters. Спецподразделение российского ГРУ вербует диверсантов в Европе через соцсети. Расследовательский центр Досье получил доступ к документам, согласно которым организации диверсии в Европе и поиском исполнителей занимается команда агентов Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России под руководством полковника Дениса Смоленинова. Еще они в пабликах ищут пророссийских активистов, радикалов, а также бывших осужденных, готовых устраивать диверсии в Европе. Согласно документам, россияне в начале этого года завербовали мужчину в Латвии, который по их инструкциям бросил коктейль Молотова в музей оккупации в Риге. Эта же команда подразделения ГРУ РФ руководила дезинформационной акцией в конце 1923 года, когда на фоне войны Израиля и Палестины группа граждан Молдовы разрисовала здания в Париже и пригородах с звездами Давида. Россия продолжает устраивать провокации на территории стран-членов НАТО. К примеру, ранее в Румынии обнаружили обломки российского дрона. Вероятно, на территории страны упали три беспилотника. Бухарест считает безответственный характер военных ударов российской армии угрозой национальной безопасности Румынии. Тему продолжим далее. В ночь на 24 июля российская армия обстреляла Измаил в Одесской области. В Тулчинском уезде Румынии пограничников подняли по тревоге, а жители предупредили об угрозе беспилотников. В ночь на 25 июля Россия опять атаковала Украину ударными беспилотниками типа «Шахет». И вновь под ударами российской армии был юг Одессы. Румыния подняла в воздух истребители F-16 для перехвата потенциальных воздушных целей. В командовании военно-воздушных сил ВСУ сообщили, большинство беспилотников противника уничтожили, но три «Шахета», цитирую, локационно потеряны после пересечения румынской границы. В Минобороны Румынии сообщили, обломки одного беспилотника нашли в деревне Плауру на берегу Дуная. Более отвратительные нападения были совершены России против украинской гражданской инфраструктуры. Обломки были обнаружены на территории Румынии. Мы проинформировали наших союзников по этому вопросу и координируем их действия. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия. Луменица Адабеску, министр иностранных дел Румынии в соцсети X. Румыния – член НАТО. После инцидента в Брюсселе заявили, происшествие не имеет признаков умышленной атаки. А действия российской армии назвали безответственными и потенциально опасными. Это уже не первый случай с падением российских беспилотников на территории Румынии. В 2023 году зафиксировали три подобных инцидента. Несмотря на то, что воздушное пространство Румынии постоянно мониторит силы Североатлантического альянса, российские дроны они не сбивают. Наши соседи просят партнеров быть более решительными или дать им возможность действовать решительно, пока ответ стран, которым ничего не угрожает, отрицательный. Они не хотят, ну там Испания, или Италия, или Германия. Они не хотят конфронтации с Россией. Напряжение растёт не только на восточном фланге НАТО. 25 июля в командовании аэрокосмической обороны Северной Америки сообщили о том, что американские и канадские истребители перехватили у берегов Аляски два китайских и два российских бомбардировщика. Они не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады и оставались в международном воздушном пространстве. В китайском Минобороны заявили, это были плановые учения. Эти действия не направлены против какой-либо третьей стороны, соответствуют международному праву и практике и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией. Это первый раз, когда российские и китайские военные самолёты пролетели так близко к территории США, отметил министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин, пишет издание «Политика». Такие действия свидетельствуют о том, что Пекин занимает всё более активную позицию и расширяет военные отношения с Москвой. Ну и точно так же, как в Южно-Китайском море, они пытаются сломать только в другую сторону международное морское право. Там они хотят закрыть район для свободы судоходства определённый, а в Арктике наоборот открыть. Поэтому они всё активнее проводят военную деятельность, военные учения в этих регионах. В Пентагоне заявили, что США будут усиливать военную готовность в Арктике. В отчёте ведомства, опубликованном 22 июля, говорится, что Соединённые Штаты приняли такое решение в связи с повышенным интересом России и Китая к этому региону. Продолжение следует... Иранским террористам и положит конец их бесчинства в регионе. Наш мир находится в состоянии нестабильности. На Ближнем Востоке иранский терроризм противостоит Америке, Израилю и нашим арабским друзьям. Это не столкновение цивилизации, это столкновение между варварством и цивилизацией. Под цивилизацией Нетаньяху прежде всего подразумевает США. Именно они должны стать основой будущего альянса, создав как бы аналог НАТО на Ближнем Востоке. Все страны, находящиеся в мире с Израилем, все страны, которые заключат мир с Израилем, должны быть в этом альянсе. Мы увидели проблеск этого потенциального альянса 14 апреля, когда под руководством США более полдюжины стран работали вместе с Израилем, чтобы помочь нейтрализовать сотни ракет и дронов, запущенных Ираном против нас. Однако перспективы такого военного союза аналитики оценивают весьма скептически. Сама идея объединения против Ирана не нова, говорят они. Есть даже практические результаты по борьбе, скажем, с терроризмом или иранской ядерной программой. Однако в полном виде гарантии безопасности подобной пятой статье НАТО ожидать на Ближнем Востоке стоит едва ли. Ведь регион, говорят эксперты, очень сложный. И открыто заключать союзы тут не принято. Чаще всего интересы стран совпадают ситуативно. Тогда и образуются некие союзы. Однако зачастую полуофициальные. И явно не на десятилетия, как это принято в Европе. Создание вот прямо совсем какого-то подобия НАТО, когда страны четко находятся в одном с альянсом и реагируют в плане защиты друг друга. По примеру, пятой статьи до такой ситуации Ближний Восток еще очень далек. Кроме того, идея создания альтернативного НАТО может обернуться и против Израиля. Пример критики Нетаньяху за якобы чрезмерную жестокость в борьбе с террористами в секторе газа явно показал, что Запад может как помогать, так и напротив придерживать помощь, исходя из предпочтений своих избирателей, которые, к слову, не все тепло встретили израильского премьера в Вашингтоне. Однако в израильском правительстве все же хотели бы связать себя и Запад некими обязательствами гарантии безопасности. Сотрудничество в вопросе обмена разведданными, подготовки военных, даже помощи уничтожения летящих ракет и дронов уже есть, как есть и соглашения Авраама, заключенные в 2020-2021 годах, которые тогда нормализовали отношения Тель-Авива с рядом арабских стран. С точки зрения стратегической, демонстративной, экономической, польза от них была и есть. И более того, они доказали свою устойчивость, несмотря на войну. Это показатель. Теперь же идея Нетаньяху состоит в том, чтобы объединить это все в альянс Авраама. К слову, окончательного решения по этому предложению пока не последовало. Если же союз в том или ином виде будет основан, он может полностью перевернуть ситуацию с безопасностью в мире. В том числе в альянсе может оказаться и Украина. Или, по его примеру, организовать собственный военный союз в Восточной Европе.